Вопрос 112. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Обновленческое движение носило антиправославный характер, как сказал отец Михаил Капранов. Так ли это на самом деле? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Внешне это выглядело именно так. Если анти, то против чего? Что брать за основу? Церковь Тихоновской ориентации. Если за основу брать первоапостольскую церковь, то реформа была на благо душ. Вели богослужения на понятном, родном, русском языке, упростили богослужения и прочее. Беда в том, что те, кто называет себя православными, и главное, батюшки, монархисты, совсем не православные и об истинном православии ничего не знают. Это требоисполнители, любвисты или типиконщики. Они соблюдают внешнюю форму и под видом православия насаждают тьму суеверия. Суть обновленчества была не в реформе, а в предательстве, в сотрудничестве, в добровольном услужении коммунистам-сатанистам. Они отменили практически все каноны соборов. Обновленцами были будущие патриархи, митрополит Сергий Старогородский и Алексий Химанский. Они практически захватили всю церковную власть, узурпировали ее. Спрашивается, куда же подевались обновленцы вдруг все до единого? Когда митрополит Сергий официально издал свою предательскую декларацию, а сам в это время находился уже как бы в старой церкви, советская власть признала его так точно, как и обновленцев митрополита Виталия Веденского АИ. Так что московская патриархия это и есть самая настоящая, доподлинная, даже не правоприемница обновленцев, а именно обновленческая церковь. Не было уже никакой необходимости каяться, возвращаясь от обновленцев, как открыто сделал это Сергий Старогородский. Так точно случается при переименовании какого-либо предприятия. Никто не пишет заявление о приеме, не меняет документов. По правилам Григория Неокисарийского, сотрудничавшие с врагами церкви должны быть извергнуты из сана. Дух обновленчества пышно расцвел и плодоносится по сегодняшний день в московской патриархии. Сама московская патриархия в самом глубинном понимании антиправославная организация. Подлинное православие это первый век апостольское служение. В московской патриархии сегодня из 719 правил соборов и святых отцов 413, то есть 57% ежедневно умышленно нарушаются. В московской патриархии в московской патриархии.